Нас вообще никто не информировал об этих уголовных делах, на кого они возбуждены, кого опрашивали. Никаких сведений у нас нет. Вместе с тем, нет смысла людей из Гагаузии приглашать в Кишинев для того, чтобы они давали какие-то показания. Или прокуроры обленились до такой степени, что не могут сесть на служебную машину и приехать в Гагаузию. А люди должны тратить свои личные деньги, добираясь в прокуратуру суда. Поэтому пусть садятся на машину, приезжают в Гагаузию, опрашивают, кого они считают нужным опрашивать. Мы законопослушные граждане. Но к ноге суда, идите сюда, и вы будете делать то, что мы скажем. Давайте соблюдать закон. У нас есть прокуратура в Гагаузии, которая в рамках конституционного поля, в составе прокуратуры. Пожалуйста, что там нет специалистов? Если нет специалистов, увольте всех прокуроров в Гагаузии тогда. Там есть достаточно специалистов. Поручите им, пожалуйста, пусть они опросят, пусть ознакомят общественность, пусть выступят перед масс-медиа, расскажут, в чем конкретно, какие нарушения, кто допустил, чтобы общественность знала. А то такой таинственность, и все суда, давайте мы вас сейчас, и это неправильно. Вызвали, насколько я знаю, двух членов Центральной избирательной комиссии. Госпожу Лисник и еще одну членов Центральной избирательной комиссии. Про остальных ничего не знаю. У них есть какой-то процессуарный момент? Им позвонили, сообщили, что их приглашают, пригласили с адвокатом. Если приглашают, опрашивают, это свидетель, адвокат, там не нужен. А если приглашают в качестве подозреваемого, там нужен адвокат. Поэтому председатель ЦИКа сделала заявление, что ее проинформировали, что ее пригласили в качестве подозреваемой. Продолжение следует...